всем привет привет с вами канала артмания сегодня у нас с вами букбанк сегодня я буду кушать пицца из пицца шоп у меня еще кстати кока-кола вот она вы ее видите она стоит сегодня буду кушать с кока-колой захотелось мне не люблю такое всякое есть но в этот раз мне захотелось это не реклама у них я уже покупаю очень давно уже самого лета здесь получается это мясная а это у нас даст колбас только набывает с острым соусом у меня без острого соуса вот она должна быть еще горячая вот это уже прохладная вот я надеюсь что вам все пиццы видно чтобы вам было и видно не люблю всякую такую гадость но иногда хочется попробуем даст колбас здесь разная колбаска здесь я вам сейчас поближе покажу все это смотрите 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 классно пожелайте мне приятного аппетита хочу я ее попробовать сначала вот но я с самого лета покупаю все время даст ой весной все время другую я стояла стояла выбирала но это так долго все так это долго долго выбираю и в итоге останавливать все временно весной здесь грибами все то же самое по моему почти здесь еще грибы и красный лучок который я кстати очень очень обожаю здесь находится еще баварские колбаски тут такие вот маленькие маленькие как охотничьи колбаски такие как раньше может быть кто помнит были это вкусно обалденно это просто обалденно это очень вкусно самое вкусное знаете когда пицца на тонком тесте это был очень вкусно я пробовала пиццу на толстом тесте ощущения как будто взяли батон разрезали вдоль положили туда всякие вот колбаски там сыром засыпали откусываешь вот этот вот толстый батон как бы терпорт какой-то есть как м toim м Продолжение следует... Когда кушаете пиццу, выбирайте кусочки, самые вкусные сначала, съедайте, пока они горячие. А самые такие, средненькие, которые могут быть не совсем вкусные. Здесь, например, лучок есть красный. И вот я ещё одну есть, а остальных нету, не видать. Поэтому она вкусная, этот кусочек. Хотя пицца одна и та же. Она уже начинает остывать и уже не такая вкусная. На улице холодно, я пока добежала вместе с ней. Сегодня меня подфорсило. Сегодня светофор быстро загорелся зелёным. Обычно вот предыдущие два дня мне приходилось стоять. Целую минуту. Но ощущение было, знаете, как будто не минута прошла, а как будто целую вечность стоишь. Пицца пахнет ароматно. Люди стоят рядом, оглядываются. Что такое ароматное у неё там пахнет? Пицца, особенно в лифте вот поедешь. Кто-нибудь потом зайдёт туда, а там пиццей пахнет. Второе. Таа дура. Поэтому осознète нас дёва. Пๆ, наш план, пахнет, а как будто ты тут вам. Таа. Таа. Постанцев. обалденно вкусно вот эти корочки все время хочется куда-нибудь макать надо было мне сырный соус еще купить обычно я их вот так оставляю чтобы не тратить на них время здесь на этом кусочки лежит большая большой кусочек помидорки кстати грибочков особо не ощущается нет не ощущается что-то грибы то есть у нас тут самаре рядом с домом две такие пицца шоп сначала брала с вами в одном месте там тоже девушка сделать это вообще очень классно потом как-то раз пришел а взяла была другая смена другая уже девушка та же мясная пицца была острая было там было набросано вообще не понятно что непонятно какая пицца такое ощущение как будто она делала просто бросала на бум вот то что там попадалось ей под руку грибы там то все такая такая просто под руку неровная она была какая-то поджарена подгорела когда она еще была вдобавок я не знаю то уж я на следующий день еще пришла ей на нее это накричала выговоры ей сделала говорю вообще делать не умеете говорят что такое вообще кошмар причем не знаешь я уже добежала домой уставшая все разделись с мамой сели кушать а там вообще совершенно другая пицца причем не понятно какая просто там кошмар и уже просто идти обратно ее нести уже просто сил не было вот я стала потом пошла на нее наорала вот вышла вот вы будете мне пицца заказывать нет конечно горы не буду вы платить деньги получать вообще не понятно что стало этого дубль висе набила пицца шо показать через два шага буквально ну там сколько два до нет один дом один длинный дом пройти и находится другая пицца шоп пошла туда а там и та и другая девушка прям делать вот так вот классно там там молодцы она сочная бывает даже такие пиццы что они сухие вот ешь и она сухая бывает такое много встречал а бывает такое что в кафе ешь пиццу а у тебя же сок вот так по рукам текет и вот смотришь что потекло блин что делать начинаешь салфеткой все это настолько вот она сочная просто бывает подгорелый бывает маленький бывает неровно не очень много пиццы перепробовала раньше женьки часто еще ходили в кафе у нас рядом с домом был кафе в зензибар назывался не там такие же делали тонкие пиццы обалденные просто каждый праздник ходили туда есть пиццу потом он закрылся потому что рядом появилось много кафешек других в одном здании то есть там в одном здании там получается 6 кафешек 6 или 7 даже и плюс они естественно с ним перестали ходить и здесь позже и сессион Я люблю, когда пицца еще пузырится. Такой пузырик есть. Все, конечно, я это не съем, у меня пицца. Вторую я купила это на завтра. Возможно, уже завтра Димочка придет домой. Сейчас Димочка у бабушки находится. Поэтому подумала, что, наверное, завтра мне не получится пойти и купить пиццу. Она же такая прохладная, ну, не холодная, но и не теплая, все равно вкусная. В кафешке, например, вот удобно. Пиццу принес и сразу ее съел. То есть он пока горячий, съел ее. Но в кафешке неудобно тем, что приходится заждать 40 минут. Сидеть 40 минут. А в пицца-шоп делается пицца 5-10 минут. Ну, в основном это 5 минут. Я прихожу. Она сразу достает тесто уже готовое в мешочке. Его быстро раскатывает. Все, туда кладет ее в духовку. Все. А он вообще быстро. Молодцы. Я вам никогда не подумала, что пицца готовится настолько быстро. И сразу задается вопрос, а почему в кафешках так долго? 40 минут. Тесто же у них готово. Неужели они с теста это делают? Потом пока оно поднимется. Потом пока раскатают. Ну, если даже оно поднимается полчаса. Хотя, в принципе, да. Если оно поднимается полчаса, как раз где-то так. 5 минут намешало. 5 минут запекаешь. И полчаса оно поднимается. Как-то такое. Хотела подниматься вам. Вот когда сладкий напиток, наедаешься быстрее почему-то. Вот это возьмем. Здесь все же побольше. Она маленькая. Вчера, кстати, я съела полностью целиком пиццу. Я пробежала, не стала. Хотела вам записать. Букмак. То есть вчера, а вчера да, я хотела. Позавчера еще хотела. А сегодня шла уже намеренно. Сейчас думаю, быстренько поставлю камеру. Думаю, слава богу. Статив уже стоит готовый. Надо только камеру нахрепить. Батарея заряжена. Все быстренько сейчас сделаю. Открою, сяду и поем. И все. И все. Открою. Я сейчас лучше расскажу. Комсер. Продолжение следует... Очень вкусно. Я уже почти наелась. Кстати, кока-кола. Сейчас уже ближе к Новому году. Кока-кола начинает появляться абсолютно разная. Если здесь была простая, вот это, по-моему, как раз обычная простая кока-кола, то сейчас появляется без сахара. То есть на днях я пробовала без сахара в каком-то влоге. И, честно, на вкус она не очень. Хорошо, я там допила полбутылочки. У меня маленькая бутылочка такая была. Полбутылки выпила и решила добавить сахар. Хорошо, что я выпила полбутылки. Я добавила, закрыла крышку, и тут она прям пена начала подниматься. Я думала, что у меня была полная бутылка. У меня сейчас вся кухня была в кока-коле. Ещё и сладкая добавка. Неожиданно ставшая. Со вкусом ванили появилась. Я ещё не пробовала, честно, я даже не знаю, стоит пробовать или нет. Как-то, честно говоря, страшновато. Уже привыкаешь к чему-то самому обычному. Самое что-то обычное. Обычная кока-кола. А тут, хоп, тебе кока-кола с ванилью. Кока-кола с черешней. Сегодня вот я заметила. Блин, думаю, с черешней. Как-то, не знаю, кока-кола. У меня там ещё вторая бутылка стоит кока-кола. Просто чёрная какая-то вся. Чисто кока-кола, что ли. Кока-кола чёрная, может быть. Может быть, кока-кола чернющая чёрная. Может быть, что-то такое. Я даже не знаю, честно. Вот. А, пепси-кола. Вчера я в перекрёстке была на кассе. Акция была. Сегодня акции уже не было. Вчера была, пепси-кола купила. Мне понравилась, кстати, эта бутылка. Она сильно газированная. Видимо, бутылка потом не закроешь. Её стеклянная. Поэтому она сильно газированная. В принципе, она вкусная. Понравилась. Мне нормально. Сначала не очень как-то. А потом она постояла. Немножко газ вышел. Мне понравилась. Вот. Отличается пепси-кола от кока-колы. Что-то я там, не помню, что-то я говорила. Насколько она отличается. А, как раз. Как разбавленная, по-моему, пепси-кола. А кока-кола как раз вот. В кафе что-то приходишь, покупаешь. Кока-кола. Покупаешь, сидишь, пьёшь её. Она как будто с водой разбавлена. Я думаю, что, блин, больше не возьму. Лучше бы я спрайт взяла. Это был ваш комментарий. Лучше бы я не дави. Ой, сейчас я лобну. Кстати, тут ещё маслина. Вот я сейчас только почувствовала маслину. В принципе, кстати, довольно вкусная. Завтра я ещё разогрею её. И попробую. Сегодня я аж три кусочка оставила. Вчера я целиком её съела. Вчера два кусочка оставила. Завтра, наверное, все вот эти вот остатки съем. Уже без вас. Напишите в комментариях, какие пиццы нравятся вам. С какими вкусами. Кстати, я пробовала пиццу со вкусом. Не со вкусом, а с креветками. Мне не понравилось. Вот привыкаешь, знаете, пицца, да? Вот когда слышишь, пицца. Сразу вспомнишь, так, в пицце должен быть сыр обязательно, колбаса. Да, сыр, колбаса и помидоры. Грибы ещё. Как тот пицца. Хоп, сразу вспоминаешь, вот это вот всё. Дала с креветками, как-то, не знаю, не то. Что-то, ну, вроде так вкусно, может быть. Ну, не то всё равно. Вот. Напишите, какую вы любите пиццу. Кстати, там есть пицца-шоп ещё с ананасами, я видела. Но я не стала экспериментировать. Потому что обидно. Вот купишь пиццу, она тебе не понравится. И в итоге деньги зря потратила. И в итоге ешь и давишься. Невкусно. Вот. Всё. Будем с вами заканчивать. Вот так вот я поела. Поужинала. У меня время уже восьмой час. Сейчас я пойду садиться за компьютер и смотреть ваши ролики. Я очень надеюсь, что вам понравился такой букмак. 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 Букмак, по-моему. Я каждый раз забываю это слово. Очень надеюсь, что вам понравилось. чтобы было все видно, что эту пиццу вам тоже было видно потому что обычно камеру как-то ставят по-другому честно говоря, я чувствую, что скоро начнут продавать специальные стулья или столы для букмага чтобы как-то пицца была повыше, а голова где-то вот тут и камера, чтобы так вот была, все было видно напишите в комментариях, нормально ли я сидела понравилось ли вам и продолжать делать делались ли вот такие же букмага если напишите, да, делась, я потом запишу вам что-нибудь еще такое вот необычненькое по-моему, кстати, с мороженкой вам понравилось было с мороженкой, хотя там я днем ее кушала, сидела в темном углу было меня плохо видно но, тем не менее, кстати, вам понравилось мороженое а тут вот пицца, ням-ням-ням так, сейчас что-нибудь вам показать-то ее ням-ням-ням пицца, а, вот так это надо было делать чтобы вам было видно точно вот хорошая мысля приходит опосля все, всем спасибо что вы меня посмотрели я надеюсь, что вы досмотрели до самого конца очень на это надеюсь ставьте лайк, я стараюсь для вас пишите комментарии внизу подписывайтесь, жмите на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить потому что на моем канале выходят ролики каждый день смотрите мои блоги, как мы с сыночком живем обязательно обзоры на всякие вот такие всякие вкусняшки на шоколадки, там все такое вот, и с вами был канал арт-мания всем пока-пока так, теперь ты будешь фоткать здесь он у меня сейчас не уедет а вот и вот там здесь вот 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 Продолжение следует...